МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот на самом деле дискуссия, она же идет уже давно. Я бы все-таки рассматривал и этот форум, и вообще ту дискуссию, которая на сегодняшний день разворачивается. Это использование внеурочного времени ребенка с точки зрения его образования. Но образование не физико-химии и научных знаний, каких-то классических знаний, а все-таки это возможность попробовать различные виды деятельности. Это потрогать, это изучить только то, что сегодня интересно ребенку, то, что ему пригодится в жизни. Поэтому с точки зрения каникулярного времени, внеурочной занятости, вообще системы дополнительного образования, это уникальная возможность ребенку попробовать. А если мы говорим о системе летнего отдыха и загородных оздоровительных лагерей, включая муниципальные, краевые, федеральные, негосударственные, любые, это конкурентное преимущество, потому что ребенку летом, в каникулы ему все интересно. Вот с этой точки зрения дискуссия, как нам совместить отдых, образование, возможность попробовать социализировать ребенка, приобрести навыки и умения, она очень интересна. Ну и те вопросы, которые сегодня задают организаторы, как в условиях этого финансирования, условиях существующей нормативной базы, в условиях, к сожалению, не такому большому инвестиционной составляющей в развитие негосударственного сектора загородных лагерей, как здесь быть. Я думаю, что это будет полезно, это полезно и нам, руководителям федеральных учреждений, это полезно, надеюсь, будет и организаторам летнего отдыха с территорий. Это, наверное, думаю, полезно будет и тем людям, которые принимают решения, будь то изменения законодательной базы, будь то и юридические какие-то вещи, и будь то вещи, которые повлияют на жизнь и существование системы летнего отдыха. Именно я говорю все-таки о загородном. Результатом, наверное, будет являться действие. Если через определенный период времени вожатый получит статус, Роспотребнадзор изменит систему оценки выраженного здоровительного эффекта, субъекта Российской Федерации начнут оплачивать ребятам, заслужившим своими успехами поездки во Всероссийский детский центр. Это очень серьезный результат. И для этого нужно разговаривать. Для этого должен быть прямой диалог организаторов с теми людьми, которые принимают решения, с теми людьми, которые формируют эту повестку. Если это случится, вы посмотрите, сколько лет говорили о том, что ребятам необходимо квотирование и дотация проезда во Всероссийский детский центр «Океан». Решение есть, оно работает. И так очень много. Не существует проблем только тех, кто о них не обсуждает, тех, кто о них не разговаривает. Раз сегодня об этом говорят, я думаю, что через определенный период времени хотелось бы, чтобы это было быстро. Но быстро не бывает. У нас же нет волшебной палочки. Но решения, они принимаются, их надо готовить. И вот такие форумы, такие площадки, такие дискуссии, они позволяют сегодня органам власти готовить решения, которые меминизированы риски, которые практикоориентированы, которые сегодня нужны людям, которые этим занимаются. Я давно знаю вашего руководителя. Мы даже, можно сказать, очень близкие товарищи. И очень приятно, что как-то по разным вехам нас разнесла судьба. Раз, и мы встретились с оба руководителя. Очень интересно с точки зрения организации процесса. Вам очень трудно, потому что на вашей территории находится еще много разных организаций, непонятным образом, как здесь оказавшимся. Но, с другой стороны, интересно, вы все время в тонусе, вам расслабляться нельзя ни на минутку, потому что в любой момент может быть что-то случится, независимое от персонала смены. Но то, что сегодня люди улыбаются, то, что людям интересно, то, что в любом случае говорят «добрый день» и «добрый вечер», даже если тебя не зная, «доброе утро», это говорит о том, что сегодня смена на правильном пути. Но о том, какие на сегодняшний день подходы к организации. Тут мы с Евгением Алексеевичем говорим на одном языке, играем в одной команде. Наверное, это больше поможет нам сделать так, чтобы принимались решения более позитивные, рассчитанные на ребят. Вы не работаете, у вас нет школы. Я вот очень долго расспрашивал, как в этих условиях. Может быть, это другая площадка будет, которая пригодится нам. Я обязательно на следующий год в «Океане» будет такой сферический кинотеатр, как здесь. Я с большим удовольствием посмотрел. Надеюсь, когда смена приедет в «Океан», есть такая договоренность, это может быть секрет, но я знаю, что делегация большая смены на следующий год приедет, как мы сейчас к вам. Может быть, что-то полезное будет в «Океане». Нам нужно меняться. Мы разные, но мы живем в одной стране, в едином образовательном пространстве. Между нами не может быть конкуренции. Что мы берем друг у дружки, хорошего и интересного, оно должно пригождаться, на главное, на работу с детьми.